МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я напомню, телефон в студии 847-400-5200, поскольку темы, которые мы обсуждаем, которые предлагает Леон, как правило, интересны, затрагивают, трогают за живое, что называется. Поэтому, если найдет отклик, та или иная тема, не стесняясь, можете звонить в эфир. А начнем мы вот с чего. Ну, так сказать, риторика Байдена во время избирательной кампании несколько отличалась от его действий в начале его президентства. А вот что происходит сейчас? Нет ли неких разворотов, поворотов, изменения политики сегодня, в отличие от первых дней? Ну, я скажу так. Действительно, то, что Байден пытался представить, значит, как свою политику такую, чуть-чуть лево от центра, оно было совершенно не так, как потом первые, так сказать, 20-30 дней, когда он пришел, мы один за другим, так сказать, видели указы президентские, какие-то распоряжения, какие-то поправки, изменения и тому подобное, которые указывали на очень резкий уход от чуть-чуть лево от центра ситуацию. Я сейчас объясню, что я имею в виду, потому что не совсем понятно, что такое центра, что такое лево от центра и тому подобное. А сейчас происходит такой очень забавный феномен, как бы утвердившись уже в белом доме, считая, что первые шесть месяцев это то, как новая администрация учится, входит в управление государством, взаимоотношения с другими государствами, позиции внутри самого, потому что приходят люди, которые определенным образом работают в избирательной компании, они приходят теперь руководить, и у них, так сказать, начинаются свои терки, перетерки, кто главнее, кто там командует, кто что делает. Это у всех происходит практически, так сказать, у Трампа это происходило даже дольше, потому что он без команды пришел практически в белый дом. А Байден пришел как бы с командой, которой ему осталось наследство от Обамы, частью которой он не очень большой, но частью которой он был. Так что он как бы должен был прийти в урососложившуюся коллективу, но тем не менее все это то же самое происходило. И вот, значит, прошли эти шесть месяцев, и мы с удивлением стали замечать, что риторика Байдена и Ижи с ними делать как угодно, кроме как Трамп, отменить вообще все, что Трамп делал, потому что все, что он делал ужасно, они начинают медленно-медленно-медленно переигрывать, отыгрывать это дело. И вот, так сказать, возьмем теперь конкретную тему, скажем, тему Израиля. А Байденская администрация, они заявляли, что ни в коем случае они не будут действовать на Ближнем Востоке так, как действовал Израиль. А Израиль, так как действовал Трамп, аж, так сказать, теперь давайте, очень хорошо, прекрасно, потрясающе, молодцы, здорово. А как действовал Трамп? А Трамп подписал, вернее, так сказать, инициировал подписание договоров четырех, так сказать, соседних с Израилем стран, с Израилем. Повернул их позицию с неприятия Израиля с момента, как в 1948 году государство было организовано. Объяснил суннитам, которых на самом деле на белом свете чуть ли не 90% всех мусульман, я могу ошибаться, туда-сюда несколько процентов, да. И объяснил им, что единственный способ им устоять и не сдастся Ирану с Россией, с Китаем и тому подобное, это войти в технологические отношения, безопасность, торговля и тому подобное с Израилем. И таким образом выжить даже в том мире, в котором нефть не будет иметь такое значение, как она имеет на сегодняшний день или имела вчера. И вот, значит, приходит новая администрация, мы все будем делать по-другому. Сначала они даже жали на эти государства, значит, четыре рядом с Израилем, одно подальше, а для того, чтобы те тормознули или выставили условия. Администрация Байдена типа даже говорила им, что они немножко рано это сделают, что нужно объединиться всем мусульманским, всем арабским странам. И давить на Израиль для того, чтобы Израиль согласился на то, чтобы разделить Израиль на две части, Иерусалим на две части, организовать там, значит, государство палестинского народа, которого все знают, что такого народа не существует. И палестинский, так сказать, люди живут там, я не говорю, что их там нету, да, так сказать, люди туда согнуты из разных частей. Вот народа такого палестинского нет, потому что я вот пытался в истории найти их, начал шесть тысяч лет тому назад, двигался вперед, не нашел ни одного. Даже во время войны палестинцами называли израильтян, которые организовали свою бригаду, палестинскую бригаду, и сражались с англичанами вместе против Гитлера. То есть была палестинская бригада внутри британских войск. К сожалению, политика Британии от этого, так сказать, свою антисемитскую сущность не поменяла. В конце войны, сразу же после войны, и устроила то, что потом произошло с Саудовской Аравией, которая лидировала во всей этой истории, и другие страны, которые подписали договора с Израилем, в том, чтобы они вышли из этих договоров и т.д. Даже во время перестрелки военных действий с Хамасом, здесь раздавались голоса в демократической партии о том, что вот сейчас самое время разорвать эти договора. И вдруг они выяснили, что суниты плевали на то, что Хамас и Израиль имеют какие-то перестрелки, что там умирают палестинцы, что суниты во главе с Саудовской Аравией не считают палестинцев народом. Это им заявил Краун Принц, то есть наследник престола Саудовской Аравии, а потом практически от его имени ведущий журнал Саудовская Аравия публиковал большую статью. И потом журналист уселся и приблизительно 40 минут рассказывал, на видео сделал на интернете о том, кто такие палестинцы, что они воры, гнусные твари, то, что он говорил, что они неблагодарные свиньи, вот не гнусные твари, извиняюсь, неблагодарные свиньи, что много денег жертвовали и сами люди, и вся Саудовская Аравия, и весь арабский мир, что они эти деньги воровали, что они использовали эти деньги на то, чтобы рыть какие-то подвалы, туннели и вредить Израилю, вместо того, чтобы помогать своему народу, что вообще нет такого народа палестинского, это все оттуда идет, что это сброд, который, так сказать, там собрался с многих мест и живет за счет всего остального арабского мира, не желая работать, не желая ничего делать, просто потому что им дают деньги, размножается в невероятных количествах, на 100 мужчин, а дееспособных в секторе газа, 450, если не ошибаюсь, какая-то такая была цифра, 430 мальчиков, то есть идет учетверение населения каждое поколение, понимаете, что это значит, да, вот, а, кстати, вот интересно, что за 20 век мы следили за Китаем, в котором, о ужас, значит, в три раза увеличилось население за 20 век, за пять поколений, а в Индии, о ужас, увеличилось за 20 век аж в четыре раза, мы только забыли посмотреть, что в мусульманском мире население увеличилось со 150 миллионов до 1,2 миллиарда, то есть 8,5 раз, такого нету, там гигантский демографический взрыв детей, молодежи и прочее, которые никогда ни к чему хорошему не приводят, и вот сейчас мы видели, как толпы этих самых молодых людей, а совсем не беженцев, женщины, дети несчастные, а молодые люди идут десятками, сотнями, уже миллионами, идут якобы через, значит, из Сирии, на самом деле, просто используя, так сказать, имя Сирии, они идут из Африки, идут из Ближнего Востока миллионами в Европу, и это вот те самые, которые вот бесконтрольно рождались, потому что мы дали им медицину, мы научили их, как сохранять жизни детей, мы научили, мы остановили там страшные заболевания, там, малярия, туберкулез, там, и тому подобное, никакой чумы, никакой оспы больше не возникает, но когда возникает, мы трудно же гасим этого дела, вот мы это все сделали и получили, осознание, оно никуда не пришло, европейцы рожают двух детей, а эти рожают 6, 7, 8, 10, сколько родится, столько и родится, раньше выживало 2, 3, а сейчас выживают все 8, 10, которых они зачали, так вот, вот эта вот дикая волна сейчас идет на мир, а вот еще раз, так сказать, в районе Газы невероятное перенаселение, и каждое поколение, оно увеличивается в 3, в 4, в 5 раз, что с этим дальше делать совершенно невозможно, и вот, значит, а эти вот люди, по утверждению саудовцев и остальных суннидов, они не совсем правы, и поэтому ни Саудовская Аравия, ни все четыре страны, которые подписали с Израилем договор, договора, значит, о признании Израиля, о технологическом сотрудничестве, о сотрудничестве в области военном, в области разведки, в области, Саудовской Аравии, Куэйт и, по-моему, Объединенные Эмираты уже создают фонды для того, чтобы финансировать израильские стартапы, для того, чтобы вкладываться в израильскую науку, то есть происходит замена, раньше китайцы пытались что-то делать, замена Китая на ближайших соседей, это правильно, потому что у них есть общие интересы не только в развитии технологии, у них общие интересы в обороне есть, потому что они все хотят, чтобы, так сказать, Израиль покрыл их, что называется, своей ядерной, так сказать, крышей, называйте, как угодно, от Ирана, которые Россия и Северная Корея разрабатывают оружие, даже если в самом Иране это не делается, делается, конечно, да, но даже в самом Иране не делается, запарилось на какое-то время, для них работает Северная Корея и Россия. Так вот, возвращаясь обратно к теме нашего вопроса, вдруг выяснив это, администрация Байдена начала говорить, Блинкен уже сказал позавчера, и до него, и после него, ну, Блинкен как бы знаковая фигура, человек, который высказывает нам, что у нас во внешней политике происходит, и вот, значит, он сказал, что некоторые совершения, которые делала администрация Трампа, нельзя назвать отрицательными, нельзя, то есть, все время называли, а сейчас нельзя, нельзя назвать отрицательными, даже было кое-что положительное, хотя вообще мы не согласны с политикой Трампа и его администрацией, но в частности, мы будем продолжать развивать односторонне, так сказать, ну, так сказать, он один-один, так сказать, один-один, у Трампа всегда была идея, не вур, там, значит, а вот Саудовская Аравия, Израиль, Абу-Дабу, там, Израиль, там, Кувейт, Израиль, там, кто-то еще, Израиль. И вот мы будем продолжать эти, как-то назвал этот Трамп, значит, Абрам-Аккорд, то есть, так сказать, соглашение Абрама. Абрам, прародитель, как, я надеюсь, все знают, не только для евреев, но и для арабов, то есть, не только для, значит, нашей ветки, так сказать, Яков, Израиль и прочее, и прочее, но для Ишмаила тоже. Так что, вот, соглашение Абрама, то есть, про прародителя, про отца всех нас, будут продолжаться, и будут продолжаться именно в таких же рамках, в которых они существовали у администрации Трампа. И что сейчас есть уже пять государств, оказывается, которые, на самом деле, если бы, так сказать, Трампа и Натаняеву не ушли, уже бы подписали, да? Но так как, значит, у нас уже Трампа нет, по крайней мере, сейчас его времени-то нету, да? А Натаняеву, похоже, тоже, так сказать, не президент. Я не следил за сегодня, но на вчерашний день, так сказать, ведь он уже вроде не был премьер-министром Израиля. Так вот, как минимум, Судан и Оман уже давно хотят подписать просто. Давайте бумаги, давайте его подписывать. Мы тоже хотим вкладываться, мы тоже хотим получать информацию, так сказать, по безопасности, мы хотим получать информацию по эрегации, мы хотим, чтобы израильтяне приехали и занимались тем, чтобы наши пустыни тоже превратили в цветущие сады. Израильтяне это умеют, а мы нет, давайте, у нас есть деньги от нефти, пока нефть не кончилась, так сказать, мы готовы платить и тому подобное. Так вот, оказывается, кроме Омана и Судана, есть еще три страны, которые мы не знаем, что это за страны, но можем там только думать, да, которые говорят, мы хотим того же самого, мы хотим в союз, мы не хотим остаться, так сказать, за границей этого союза. И вот Тарф Байден вынужден упламенять свою политику, но я думаю, что Байден, может, даже об этом и не знает, ему не сказали об этом. Но, по крайней мере, значит, это вот первое, где мы увидели такой, так сказать, раз, как говорят, about face по-английски, или там you turn, да, когда они там, бум, курбит сделали, встали на дорогу и говорят, мы продолжаем эти все, а выяснилось, что они идут прямо в противоположном направлении, да, мы продолжаем, как и собирались, как и ранее, да. Я очень рад этому, кстати, я очень рад, потому что я очень боялся, что им удастся уговорить арабов разрушить вот эти аккорды, значит, Авраама, который так удачно создал Кушнир, создал Трамп, создалась вся политика. И они, значит, сейчас Байден даже собирается нанимать кое-каких людей из группы Кушнира, которые будут теперь выделены, будет такой специальный эмиссар, как бы, так сказать, да, в арабский мир, мусульманский мир, которые будут ездить по странам, уговаривать их, что их уговаривать, они уже есть, готовить вот эти договора для того, чтобы Байден тоже мог покрасоваться и сказать, вот, так сказать, и у меня тоже пять стран подписали, подумаешь, у Трампа подписали пять стран, вот у меня тоже. Ну, дай Бог здоровья, так сказать, нам хорошо называется, израилю хорошо это залог безопасности это залог того что не будут орать каждый раз когда по ним стреляют они стреляют обратно что они теперь убийцы там и прочее тоже просто уж они умеют лучше стрелять до но остается европа антисемитская зато сунниты будут они уже и будут еще на стороне израиля вот как бы первая тема спасибо ли он и еще одна тема если возникли вопросы пожалуйста 847 400 5200 и еще одна тема я хотел бы чтобы прокомментировали над посольствами на соединенных штатов развивается не только государственные флаги соединенных штатов америки но и так называемый прайд флайк то есть разно радужные флаги а теперь еще и 22 флага за похоже разослал значит этот самый министерство иностранных дел блинкин госдеп меня расслал госдеп похоже по по посольствам значит два флага один это флаг значит black lives matter а второй это флаг губочексуализма lgbt да вот а меня всегда поражало дает я даже думаю что не нужно комментировать сам факт этого что это позор таскать страны а но я думаю что все понимают что это позор не страны а позор нашего сегодняшнего правительства но а вот в связи с этим никогда первый раз увидел эти два флага весящие посольстве даже не помню в каком посольстве первый раз увидел потом пошел гуглить и обнаружил что это во многих а думаю это инициатива посольская ли это инициатива с г.к. степовская инициатива то есть правительство земля всегда поражало следующее а я понимаю что действительно понимаю что а человек который родился новым сексуалистом он ничего собой поделать не может и в нашей в нашей цивилизации в нашей культуре на каких-то витках ее и развитие это было что нормально да на каких-то почему-то было стыдно там надо было сидеть обязательно искать никому в этом не рассказывает страдать там и т.д. и т.п. вот с моей точки зрения если родился с такой вот там хромосома или чем-то еще то в конце концов таскать ну чё делать ищи такого чек как ты и живите счастливой жизни но им плохо было они там скрывали как говорят вылезались из этого самого из из класса тогда из из шкафа плотиного шкафа а я очень сочувствую этим люди потому что они ничего плохого не делали они они такими родились а их таскать заставлять за то что это черного там что-то ах ты черный потому что родился черный я там тискать тебя там не буду принимать на работу или еврею там ах ты еврей ты родился евреем поэтому я в университете они приму да это не ты не виноват не прав нет самое просто просто так природа распределась вот природа распределась но почему при этом надо ходить на парады которые называются гомосексуальная гордость я не могу понять чем здесь гордиться борьбу за то чтобы меня воспринимали как равного и не воспринимали как гомосексуалиста воспринимали как человека я не только понимаю я принимаю я искать свое время там чем мог что называется тем мог там пытался каким-то людям объяснять что это полный бред там с жаркие споры были хотят мне говорили что не понимаешь там наши дети там они там детей портят не могут портить ваших детей если у детей если у мальчика нет склонности целоваться и быть в отношениях с другим мальчиком то уговорить его невозможно ну невозможно это уговорить так вот но почему но почему надо гордиться тем что а я сплю не женщинами у меня секс с мужчинами почему этим гордиться я не понимаю давайте попробуем принять звонок может быть нам объяснят почему является предметом гордости определенной группы людей добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте сережа скажите пожалуйста будем когда мы в 2016 году голосовали за трампа и мы ожидали то что будут перемены к лучшему и надо дать трампу должен он действительно оправдал все наши ожидания и принял действительно экономит расклад работы упала и так далее и все что мы ожидали почти что получили от него а вот чего ожидали от байдена те которые проголосовали оправдал ли их а байден потому что вот я не думаю что они ожидали что нет поднимется цены на бензин поднимутся безработица не упала нелегалы прибывают ежедневно вот и уступают путину ирана и так далее неужели всего всего они этого хотели избирателей байтон спасибо ну кстати очень хороший вопрос давайте скажем так если бы у нас наше общество американское да хоть немного напоминала бы свободный мир которым нет фантастической цензуры какой на всем земном шаре никогда не бывало а обманов подтасовок любых цифр любых любой информации и тому подобное и если бы народ не был народом уж народ всегда так сказать там какой-то очень маленький процент вот он там слушает звонит думает и прочее прочее остальной народ он и наверное так нормально занимать своими делами семья там работа болезни дети бизнес проблемы и того подобное это все занимает там от от 90 до 150 процентов их времени и мозговой деятельности и поэтому а ну скажем так сказать смотреть а че собственно происходит люди начинают тогда когда вот это их очень касается именно там 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 за неделю за неделю за месяц перед выбором кто когда начинает думать а чё собственно дело и опять до них доходит к эта информация а между этим люди говорят там спячку они там и они не в спячке они в своей собственной жизни дали пришли они усталые завода ли со своего ли магазина со своей мастерской с поля откуда угодно нормальный человек работающий он пришел и он устал вот он таскать там муж жена если оба работают сегодня ситуация при которой тяжело работаешь ты не может она прокормить семью значит работают оба в некоторых случаях работает один они ставят на стол дети садятся с ними вместе да надо чем-то здесь не по и что-то еще и включаете этот телевизор на 10-15 минут там быстро показывают новости рекламу причем рекламодатели хотят чтобы как можно больше рекламы за момент зашло приблизительно знают когда люди соятся да за стол и смотрят телевизор до них две-три два-три сообщения доходят какие-то а то что вот спросили вы сейчас не знаю вашего имени извиняюсь поэтому без без имени а до них не доходит и если это не трахнуло их конкретно а бензин за бензин повышается понижается да пока она не зашкалит куда-то и скажу чего и долго будет где-то они будут горит очей так долго там да туда сюда выше ниже там это прошло то не произошло там сгорело что-то какие-то хакеры напали на нефтепровод поэтому бензин за у хакера плохие да наши все время обманывают в этом нам все время что такое говорят что неправда и вообще не говорят так вот а люди не замечают инфляцию инфляция в америке там последние там 10 лет скажем до 12 помню точно было где-то от одного до полутора процентов 2 пол даже не вылезала может был был два один раз а сейчас люди еще не видят этого но она уже пять процентов в январе то есть инфляция годовая инфляция трампа была 1 до два десяток процента это незаметно них никто этого не замечает происходит инфляция потому что деньги не привязаны как к доллару к золоту не привязаны там к чему-то еще поэтому нужно печатать сколько угодно тем больше сейчас электронно их делают а 5 процентов это уже серьезно а если вы еще если посмотреть не только там всякие там большие покупки да и ежедневные покупки то в зависимости от городов и штатов от 7 до 13 процентов у нас лос-анджелес калифорния 13 процентов на бытовоку инфляция это замечают люди пока что их уговаривают что это там из-за того из-за сего но в какой-то момент они уже начали говорить а чё это вот бензин там у нас вот бурита у нас значит к бурита да так сказать там лепешка мексиканская туда там рис там бобы там мясо там овощи так сказать и продается там с автобусов так сказать да с которых там сезонные рабочие или там кто-то вот такая бурита в двухтысячном году стоила в лос-анджелесе два пятьдесят два доллара пятьдесят вы знаете сколько на сегодня стоит 650 650 и они пытаются продавать то по самым дешевым возможным ценам потому что иначе мексиканцы не будут они брать а будут дома себя бутылку брода делать и продавать то есть они пытаются продавать это по цене по которой люди но они же не могут продавать себе в убыток то есть идет вот и за последние вот буквально несколько месяцев но скакнула бензин подорожал у нас подорожал по-моему на на 38 процентов если не ошибаюсь за за только вот вот за время что байден 6 месяцев находится в офисе почти шесть месяцев а то есть как бензин дорожает дорожают авиабилеты дорожают все что перевозить включая это сказать продукты питания у нас подорожали все продукты питания в калифорнии что делать с этим не знаю что байтон собирается делать продолжать обманывать вот в ответ теперь на вопрос и мы потом уйдем на перерыв а ответ будет следующий до населения страны еще тяжесть вот грамити как говорят англичане да вот серьезность того что происходит с их деньгами еще не доехала потому что пресса врет каждую секунду вот что ты не включи так сказать я честно не включаю последнее время просто не могу доелся уже но когда я смотрю на интернете выдержки там таскать из там все дн и бисе и бисе там и того подобного включая факс тоже кстати вот у меня такое ощущение что все нормально все прекрасные какие-то проблемы там но они легко решаемы и все очень хорошо но главное что страна на правильном пути на социальных сетях как только ты ставишь что-то что не соответствует вот этого вот духу вам это снимают вот у меня три с половиной месяца на ютюбе ни одного нового подписчика не появилось ни одного нового подписи то есть мне кто-то взял и прикрыл подписку на ютюбе то что у меня смотрела скажем темы 50 100 тысяч человек часто лет 10-15 тысяч почему они не дают рассылаться мне куча народу пишет почему вы перестали ставить свои видео на фейсбуке и на ютюбе я не переставил я делаю все то же самое идет война и война в основном для того чтобы придержать народ в неведении в течение двух лет и укрепить свои завоевания вот вроде бы 4 июля по слухам трамп наконец открывает свой этот самый социальную сеть вот не знаю точно или нет но вроде открывает и дай бог мы прорвем таким образом эту блокаду потому что на сегодняшний день это просто ужасно и вот народ пока не возмущается потому что он в неведении давайте уйдем сейчас на перерыв возвращаемся в программу леона майнштейна голос здравого смысла что касается ютюба на собственно и фейсбук на про видео которое мы ставим после так сказать весь наш эфир там четырехчасовой или шестичасовой мы делаем отдельные фрагменты ставим youtube предупреждает что как правило чаще всего чтобы они вынуждены отправить наше видео на дополнительную проверку что занимает время а если это без проверки то она не рекомендована к показу к рассылкам поэтому и рассылки никакие не идут а проверяют они хорошо если живой человек а если ботка бот проверяет то там какое-то слово одно встречается они сразу его как бы это видео одни словом цензура такая мощная высокотехнологичная советским цензором это и не снилось это что касается и стилос потому что все вручную это было сделано сейчас все делают компьютер остается только написать программу запустите это первое второе я все-таки хотел на секунду вставить пару слов по поводу флагов блм которые поддерживают некоторые в том числе и русскоговорящие движение это который который так сказать некоторые называют себя сторонниками израиля но при этом голосует за демократическую партию которая вывешивает флаги бы белым я хочу напомнить что патрис каверс была в свое время приглашена в гарвардской лоскул в рамках программы прав человека там название этой темы была глобализация фергусона помните после этого против после этих раяц фергусоне они пытались это глобализировать то есть на весь мир распространить так вот во время своего выступления патрис сказала что проект под названием израиль следует закончить закрыть до закрыть это для господ евреев которые так переживают за израиля голосуют за зиц председателей и прочее никто никто кто-то кто-то голосует за демократов сегодня либо ну просто отмороженный в каком-то смысле дать я хочу никого обижать а какую-то часть мозга отморозилась и поэтому человек не может сложить два плюс два а либо это люди которые просто лгуны которые абсолютно марксисты и евреям они относятся следующим образом я случайно родился евреем и при припали при любой возможности откажусь от моего еврейства а сегодня откажусь от моих братьев там кузенов или кого угодно которые что такое израиль это просто порядка 6 миллионов евреев которые собрались со всего мира приехали туда и стали там жить на этой территории называемых израильтянами за почему не называть немцами евреев которые живут в германии или русскими еврея которые живут там в россии там украинцы и того подобное это евреи которые живут на территории в старинного так сказать еврейских еврейских двух государств израиля и людей есть евреи который живут на территории америка и вот говорить там я там против израиля или там то сказать я поддерживаю белым с их там и тому подобное то будет просто антисемитом . деваша ты еврей еще одна тема я приведу цитату из пост из пост постам светланы павленко это касается украины россии сша король я просто выйдешь коротенькую сделаю выдержку на самом деле очень интересная довольно не очень большая но статья содержательная а вот она как как она начинается украинцы смейтесь в лицо тому кто вам скажет что байден или его администрация любят украину открывайте глаза нет ни малейших признаков этого смейтесь в лицо тому кто скажет что в хамском отношении байдена к украине виноват зеленский это не так даже будь он семипядей во лбу ничего бы не изменилось для байдена важна россия там совсем другие финансовые возможности это единственное что интересует байдена его окружение российская коррупция и киллер путин их устраивают но мэтр вот ну и очевидно предстоящих встречи я я не знаю согласен ли я с тем что россия интересует интересует байдена с точки зрения финансовых потоков а я не думаю что это так все может быть но представить себе что кто-то из байденской администрации будет сейчас получать деньги от россии по этому поводу нет там там идет на самом деле совсем другая игра а значит украина превратилась в разменную монету по двум причинам первое потому что надо было каким-то образом а не дать россии а войти в союз с китай тире иран таскать россия пытается дружить с китаем и с ираном но вот союз вот этот а значит байденской администрации очень боялась что они войдут и как всегда у слабых правительств у слабых президентов есть только один способ добиваться своего а это давать чего то что тот кто вот тебе нужен что он хочет рассчитывая на то и считая что вот и ему даже он успокоится и значит будет все очень хорошо то же самое думали носит когда гитлер начал свои захваты европа была абсолютно англия таскать европа с той же позиции франция они говорили что ну дать ему еще суде ты ну дадим ему еще вот это ну дадим еще вот это ну все нужно успокоиться чтобы вот это хочет выясняется что он хочет больше и больше и больше вот значит ситуация украина россия и тому подобное она выглядит следующим образом с моей точки зрения с точки зрения целого ряда других обозревателей людей которые были начитаны более знающие более проницательные чем я а пытаясь не дать россии ступить в союз с китаем россия сама на самом деле союз с китаем это хана для путина поэтому для него это самый самый плохой вариант это влезть под крышу которая тебя съест а так вот как можно было уговорить путина который естественно блейфовал а не вступать с китаем за отношения это позволить путину развиваться в том пространстве который искать а путин называет русским миром или или зоны русского российского влияния или бывшего ссср и там как-то 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 еще еще по-другому а что включало в себя сдачу украины сдачу белоруссии ну правда сказать у белоруссии там сказать россии свои особые отношения и америка по большому счету там не играла большой роли но тут играла значит это смотреть другую сторону если в латвии начнутся взрывы проблемы и поползновения неких групп населения присоединиться к россии и отсоединиться вот от европейского союза нато и тогда я не думаю что какой-то сумасшедший считает что в литве или в эстонии они могут это сделать а удушение украины с точки зрения газа с точки зрения со всех сторон час украина окружена войсками техника стоит на южной границе солдаты пока военнослужа отведены набит техникой крым этот искать там и смотреть на карту с правой стороны наверху в середине августа начинается учение запад-запад полу так они называются запад белоруссия совместно с россией то есть россия выходит на границу со всей техникой тяжелой и прочее на границу украинскую уже искать северную и с точки зрения черного моря этот сказать смотреть на карту с лево а там достаточно большая эскадра причем почему-то включающие себя десантные суда которых перегнали из каспия и по моему из балтики а частично то есть там сконцентрированы десантные суда без пока большого количества десантников но как мы знаем самое самое сложное перевести технику перетащить переплыть там и тому подобное а уже солдат достаточно легко доставить там откуда-то воздухом железной дорогой там чем-то еще а значит абсолютное окружение украины без слова которое сказала байденовская америка кроме того что заявить что путин убийца я посмотрел его глаза и он знает что я знаю что убийца он сам мне сказал ты байден ты джо понял меня единственный в мире вот естественно не понимали что убийца кроме навального и байдена а извиняюсь за свой дурацкий смерть а украина полностью окружена к середине августа начинаются значит эти восток запад-запад учения в середине августа заканчивается строительство обоих разветвлений северного потока 2 и где-то 15 августа очевидно можно будет закрыть на профилактику или там взорвать взорвется что-нибудь там таскать да на починку а то что называется нефтепровода газопровод дружба который сейчас стали называть северный поток один а тот останавливается в украине нет 80 процентов газа уходит западные страны не могут делать 3 экспорт потому что мы сами не хватает того что будет поставлять россия значит хозяйки не могут готовить дома там частично не будет отапливаться а тут еще угроза российского вторжения которые активизируются в донбассе активизируются в крыму начнут дефилировать с той стороны где значит черное море а там расположены электростанции прямо в прибежной полосе которые обеспечивают приблизительно 30-35 процентов украинского электричества ну и плюс искать вода который идет в крым чтобы не перекрыли украинцы то есть иными словами а путин оказывается в потрясающие совершенно оппозиции шантажа его не нужно будет даже никого нападать поэтому что я думаю сейчас основной разговор зачем встречаются байден и путин такая новая ялта новый вариант ялты при которому все что будет просить байден это чтобы российские солдаты юго в российской форме не заходили на территорию украины но искать что там будет делать десантники без формы которые будут взрывать там дескать пускать эшелоны под откос взрывает она в чехословакии взорвали два склада боеприпасов чехи доказали и опубликовали две недели тому назад кто это сделал грылу с фотографиями людей две фотографии кстати совпали с тем с тем с теми фотографиями которые по поводу скрипалей в англии таскать по поводу их попытки убийства да то есть все все опубликовано все сделано чехия две недели назад высылает 18 российских дипломатов пишет всем своим партнером по нато чехии этот член нато что на нас напали а байден просто не замечает этого вообще вообще не замечает то что на члена нато а мы гарант безопасности на так гарант безопасности этих стран и тому подобное но одновременно мы ведем учения которые называются защита быстрая защита и как-то вот тогда часто опять не помню защиту точно от кого защита от россии то есть мы одновременно говорим россии вот делай вот так но не выходи за рамки по 6 выйдешь за рамки да да мы вот видишь мы из атлантики как быстро перебрасываем солдат в черное море и там европу и тому подобное то есть давай играть по правилам которые мы сейчас установим во время нашего нового ялтинского соглашения она будет не в ялте будет жилье до спал уже не прониклиж а вот и а если будешь играть по этим правилам тогда значит мы не будем обращать внимание на всякие там вещи которые ты делаешь которые ну как бы ты не должен был бы делать не больше по правилам но правила не те которые мы с вами вот мы с вами хотим чтобы были правил такие восстанавливаясь ссср но не все границы да вот а вы будете смотреть другую сторону потому что это не наше дело главное чтобы ты не вступал в мощный союз с китаем с возможностью китая часть своего населения перекинуть себе понятно ну а теперь ваш взгляд на возможный исход войны цивилизации на самом деле то что происходит сейчас и в европе ну значит 20 процентов я бы дал на то что мы мы сможем это дело победить процентов 8 дело в том что тот кто страна долго готовилась долго продумывала долго собирала деньги собирала деньги я имею ввиду скажем так сказать когда раздербанили триллион который при обаме ну часть этого триллиона пошло на финансирование войны с нами же да кроме того потом огромные деньги выделялись на всякие организации не нон-профит организации да по всему миру а большинство большинство членской другой для государств европейских ездила все время в давос где они кивали головами и и соглашались с тем что нас ждет дикое перенаселение на самом деле есть огромная проблема мы же не согласны с тем что мы согласны с тем что проблема есть мы не согласны с тем как эта проблема решается а проблема следующая а как я уже сказал в мусульманском мире за двадцатый век а 8 и 3 раза увеличилось население если все это идет таким образом и в двадцать первом веке то сейчас у них 1 и 2 десятых миллиарда человек умножить это на 8 получается 10 ну там почти 10 миллиардов человек только в африканских странах а если китай увеличивается ну скажем в те же самые три раза это умножаете полтора так сказать миллиарда сейчас 3 это бы четыре с половиной если индия продолжает в четыре раза у них с полтора миллиарда может или то 6 мы мы смотрим на цифры которые совершенно фантастические гигантские невозможные цифры которых земля ну мы не знаем такого может когда-то и было до нашей цивилизации до до написания библии до до великого ледникового таскать вот этого самого потопа и ледников а значит теперь с другой стороны у нас происходит следующее а мы больше и больше и больше изобретаем технологические способы производить там все что угодно водители не нужны больше будут там еще через 20 лет наверное никто не будет водить машины никому не нужны будут продавцы в я не знаю там в ресторанах быстрого обслуживания и т.д. и т.п. смотрите что делает амазон я вот сегодня проверил сколько заказов сделал на амазоне за последние месяцы у меня просто волосы оживились то есть я перестал ходить в магазины все что нам нужно мы заказываем на завтра привозят завтра привозят вот некоторые товары они говорят вот это мы не можем завтра это мы там через неделю да большинство товаров они на завтра привозят у меня было я утром закажу днем у меня уже это лежит у порога идет мне сообщение на мой телефон вот фотография того что у тебя лежит у порога быстро выходи и забирай это дело то есть а абсолютно миллионы десятки миллион сотни триллион миллион миллиарда людей будут еще без уже половина мира сидит без работы да и совершенно у них нету не невозможности учиться нежелание учиться непонимание что надо учиться они привыкли к тому что им их речат их там помогают рожать а им 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 дают бесплатную еду им что-то еще они привыкли к тому что приходит какой-то дядя и чего-то такое раздает но этого дяди много у меня мало мне надоел паек я хочу больше поэтому миллионы идут час в в европу значит гуннар хейзелланд ух забыл нет и хейзелланд конечно как-то был такой очень известный статистик ученый философ и тому подобное в германии он в 70-х годах прошлого века сказал что во втором десятилетии 21 века в из африки и из значит среди среди ближнего востока пойдут десятки миллионов людей в европу и начинает сороковому приблизительно году европу затопит а к 50-му году европу вообще будет других границах несколько халифатов там и тому подобное и смотрите пока что все что он писал просто по датам плюс-минус там год-два сбывается все вы потому что там дикий взрыв рождаемости нужно куда-то выплескиваться вот у нас идет вот эта война параллельно с этим эти решения которые придумали в тех 60-х годах так называемые нео марксисты тире глобалисты это разделение мира на две категории одна категория это народ мы с вами вторая категория это слуги народа они и вот они будут следить за тем чтобы у нас был паек и чтобы мы не могли пикнуть уже они будут выявлять точно кто когда пикает и тому подобное и будет выдергивать этих людей решать их жратвы решать их возможности двигаться и т.д. и мир с их точки зрения придет к тому что они будут наблюдать за всем что есть у нас включая деторождение они будут увеличивать уменьшать там и т.д. по своему воле давая нам прививки или там еду или что-то еще давая да которые это сказать будут уменьшать или увеличивать или что-то еще делать или просто тихо угасать возрасту 65 лет потому что мы перестали быть производительными зачем мы им нужны да они будут жить нормальной человеческой дескать жизни а так что война идет сразу на многих фронтах но самый главный фронт это вот попытка а попытка нео марксистов глобалистов справиться вот с этой невероятной волной рождаемости и поэтому перехода из одних стран в другие миграции миллионов людей которые затопит наш цивилизацию им наплевать на нас им главное чтоб их не затопило ли он к сожалению времени больше не осталось огромное спасибо как всегда очень интересно и до встречи в следующий раз